всем привет друзья это рустама вероника русский фэмили влог мы сейчас отправляемся по делам и по пути постараемся показать улиц караганды поехали с нами что рустам появился наконец-то сделал свои дела приехал за мной и мы поедем дальше по делам поедем в караганде очень много снега кстати выпало да я рассказываю прям сугробы таки заехали в район михайловского рынка есть такие интересные дома двухэтажки одноэтажные домики смотри да интересно что это за улица вот если налево поехать туда там будет выезд на михайловский рынок если направо то это будет а туда на михайловку это вот заправка давай подъедем посмотрим что-то подъехали поближе и здесь табличка на доме высокие потолки видно очень узкие окна козырки да хотим проехать на михайловский рынок но сейчас уже скорее всего поздно все закрывается машин очень мало у зульфии печенье и строительные магазины строительные работают как бы это продукты питания работают но мало только которые у дороги магазины вдоль дороги они открыты внутри конечно уже все закрыто попали на улицу казахстанская это челябинская это челябинская казахстанская она перпендикулярно здесь тоже вот интересные двухэтажки цветным кирпичом слева и справа такого типа мозаика чердак практически здесь у всех пластиковые окна да но балконов нет может быть на ту сторону выходит как-то интересно на одной улице три параллельные улицы до коммунальная челябинская и казахстанская подъезды так низко располагаются деревянные смотри какие бруски это гараж деревянный с печкой внутри столярный цех какой-то да решетки еще тоже видно того времени ну может готов двухтысячных не знаю производство вообще вот эта часть города михайловка да именно которая в районе рынка здесь очень много такого производства кованые железные изделия делают различные кормами занимаются люди вот это тоже челябинская улица интересно конечно располагаются улицы вот этот блок слева он мне кажется раньше был чем-то одним таким знаешь вот как по квадрату дома одноэтажки на перекрестках двухэтажные дома потому что здесь внутри какая дверь колонны вход такой тоже необычный хотя дверь такая маленькая может со временем она конечно такая стала здесь вот похоже на жилые дома ты думаешь что это было одно предприятие из нескольких домов да может быть гос какое-то раньше здесь было учреждение сейчас давай налево повернем и на очень интересный перекресток здесь соединяется и крылова улица и кривогуза и челябинская и патронная очень конечно запутанная сам про вот этот дом говорит что это было одним козырек такой мне кажется все таки да что-то одно такое одно предприятие да здесь уже вот двухэтажки чуть-чуть другого типа у них окна по размеру отличаются вот как мы были да что построили с желтыми домами да плюс внутри гараж гаражи есть маленькие балкончики да орнаменты даже вот по углам интересный район такого старого типа постройки здесь до сих пор это государственное учреждение кинорум и поворачиваем да хотим повернуть на левом на улицу смичевская московская архитектура здесь такая однотипная одноэтажная но видно широко и с треугольными чердаками видно конечно здесь есть и новостройки но вот с левой стороны это еще наверное 50-х годов дома у них фундамент уже вообще очень низкий да прям конкретно видно это интересно вот эта двухэтажка новая постройка или да это новые да новые блоки такие ага различные предприятия и учреждения ехали к стадиону шахтеров здесь тоже одноэтажные и двухэтажные здания вокруг мастерские различные магазины и сам стадион шахтеров подъехали к Бухаржрау улицы и сейчас прямо будет улица Сатпаева мы наверное поедем да вообще нам надо на юго-восток и вот даже не знаем по какой улице проехать по Бухаржрау или все таки может быть по Гоголя просто чтобы было что показать вот этот дом вот на перекрестке двухэтажный тоже давно он тут как появился вода и в принципе больше его по-моему реконструкцию ничего не делали люди как жили так и живут рядом река протекает там вот с левой стороны его дома хотя по этой улице очень многие дома но они все частные конечно их делали ремонт разбирали новый строили а я не могу понять это видать на несколько да это мой дом до что балконы поэтому его так просто не разобрать скорее всего квартирный такой квартирный дом с этой стороны 4 окна прям вот такой тоже не маленький здесь частный сектор преобладает ну коттеджный уже такой да посадка его здесь прям хорошие домики двухуровневые дома чаще всего это либо достраивали либо новые дома строили вот здесь начинается улица ерубаева по которой мы делали большую прогулку доходили кстати до этого перекрестка тоже есть здание с офисами различными достаточно длинная улица да да но вот сейчас идет то что шел снег и и почистили но тем не менее здесь две полосы как две машины не очень комфортно все таки чуть-чуть тесновато тесно но сейчас по всему городу если честно очень тесно ехать потому что снег он остался либо по левую да либо по левую по паровую сторону обочины как интересно старая постройка соседствует с новой тут видно в горку по истории да это новый город называется район для нас мне кажется это уже называется старый город потому что и постройки двухэтажные и плюс юго-восток очень сильно застраивают высотными домами поэтому это уже мне кажется называется старый город тоже смотрите узкий балкончик как на т.к. мы показывали нам в комментарии написали что здесь цветочки можно садить а так конечно ну не для хозяйства вот это уже узкий балкон смотрите остались вот такие постройки одноэтажные вот это да тоже интересно это улица жангула вот эти вот тамарус там горит они однотипные вот эти вот одноэтажные тоже очень интересные постройки необычные табличек нет ну например я имею ввиду что знаменитые люди жили здесь такого нет просто частный сектор ну вот домик вот да 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 я тоже хотела сказать что вот этот домик очень интересный видно достраивает вторые этажи пристройки делали пристройки различные на повороте Рустам заметил интересное здание двухэтажное это госучреждение сейчас интересно что здесь находится да что находится и что было раньше тоже интересно если сад оказывается да видно вон на территории горки детские флажки мы выехали на улицу жамбыла здесь также есть административные здания с различными орнаментами возле окон вот жилые дома на первом этаже магазинчик балкончики здесь конечно интересно погулять и порассматривать тоже маленькие балкончики дверь смотри чтобы это во двор да у них закрытая территория мало где такого осталось да вот такие вот балкончики до сих пор деревянные пограживают дома решили все таки заехать во двор порассматривать архитектуру но здесь что-то очень интересное нам попалось ну ремонт делали видимо да подкрашивали разными цветами балкон ты видел балкон над подъездом это типография типография ага может быть офисы еще сдаются в аренду но выделяется вот эта двухэтажка из всех да вот эта вот красная она такого же типа просто она так не покрашена вот это вот очень смотрите старая табличка из Ленина табличка она не старая имеется ввиду старое название сохранилась а вообще улица Абая полностью район двухэтажных домов многоквартирных небольшие домики и выезд на политех на первый корпус и на высотку рядом жилой дом лофлагман Курдак Алмата Сити ДЧЛ офисы на первых этажах вот он монумент кинолента рядом с политехом как-то раз приезжали тоже показывали и прокопку по политехническому университету мы тоже делали очень большое по всем корпусам кинотеатр для Ленина стоит пока что еще стоит стоит но все так же рушится сыплется и реставрацию конечно навряд ли уже делать будут поэтому скорее всего скоро его вообще не будет сейчас поедем на Терешково это Терешково улица здесь также двухэтажные многоквартирные дома плюс различные административные учреждения вот так да красиво когда оранжевым цветом красят двухэтажки прям они ярко выглядят радуют глаз мы здесь тоже уже как-то прогуливались катались магазин за рулем с левой стороны двухэтажные дома сменяются одноэтажными и больше уже частный сект преобладает выехали на кольцо и хотим хотим поехать через мост хмк здесь преобладает и сто различные да учреждения да такие стоянки для машин крупные ремонтные работы проводятся вот здесь камазы техника фуры все уже по вот этим дорогам идет туда налево если вот это будет на бугор туда да в сторону при шахтинска майкутук объездная сделали новый перекресток все по-человечески теперь удобно достаточно и вот этот вообще вот эту дорогу и этот мост ну на реконструкции потому что скорее всего здесь вот площадку с левой стороны готовят возможно опять будут что-то строить и вот этот мост хмк за него взялись сделали очень хорошо дорогу ну как хорошо сделали но как-то пару раз ездил уже какие-то поликочки ямы да как бы не совсем ровно но лучше чем было ну вот будут ограждения делать видно вот здесь вот да ну в принципе неплохо да и летом да его делали и сейчас продолжают осень не уже в принципе вроде все так закончили асфальт да сделали это это хмк хлеб тут тоже такое плотное движение потому что по этой дороге очень многие едут в майкудук на юго-восток но сейчас юго-восток конечно сразу видно вот эти вот дома раньше такого не было там слева дорога на майкудук справа это личные автосервисы и авторынок мы проехали да автосервисы в основном для таких более грузовых машин для газелей камазов да более крупная такая техника а здесь то что вот этот район авторынка очень много тут строится тоже СТО и шинных центров шиномонтажек тонировка автозвук ну все что связано с обслугой такой автомобилей и ремонтом все тоже становится вот в этой части города притом развивается в левую сторону в сторону майкудука на авторынок можно заехать вот сюда направо а мы едем прямо на юго-восток в этой же части новые павильоны Global City вот с левой стороны будут они туда чуть-чуть дальше а вот отсюда вот его кстати да уже видно он подсвечивается огромное здание а здесь автоцентры Рено и различные другие я так думаю машины вот этот автомаркет я вообще не видел это как новый авторынок да да вот реально и ты смотри сколько еще строится ничего себе трехэтажное здание построили плюс также автосервисы развиваются автомойки различные вот здесь интересно что будет вот с левой стороны смотри какое огромное здание в таком красивом цвете да насаждение лавочки уже поставили видать тоже какой-нибудь спортивный центр может быть теннисный или футбольный какой-то я не знаю ну прям рядом с этим вот Global City да рядом с Global City вот подсвечивается ага мы уже вот подъехали на юго-восток новостройки там трилисик и дальше будет панель центр вон с правой стороны ну здесь прям знаешь вот и хочу заметить что все как-то в одной части вот здесь и технику продают прям сразу и такие как и спальные районы ну потому что дома большие частный сектор да да как-то о камень отлетел вообще карагандинцы сейчас жалуются что дорогу посыпают крупным таким песком камнями и много раз уже у людей прям трескалось лобовое стекло и боковые потому что отлетают и разбивают представляешь и у нас сейчас тоже был звук да хорошо небольшой ну юго-восток стал очень большим районом Караганды все из-за новостроек сейчас уже заселяются эти дома что-то достраивается и также частный сектор разрастается возле Магнума такого количества домов не было раньше возле Магнума построили вот такое четырехэтажное здание на вид это как будто живое но не знаю мне кажется оно заморожено потому что мы катались тут по лету оно было вроде когда лето мы ездили да и до сих пор Автомир Скиф супермаркет район Магнума и опять же да вот тут огромный ресторан топчан потом здесь вот тут что-то техосмотр авторадуга все что с машинами да супермаркеты все на одном кусочке как бы может быть это конечно с одной стороны и хорошо что можно все совмещать но как-то все в разном стиле каком-то есть честно не знаю скиф дринкс это получается только напитки магазин напитков также здесь детская площадка плейграунд я не видела что здесь только напитки я думала что это супермаркет но будем знать вон там хани хани большой открылся кстати мы не видели до этого фастфуд по-моему или кулинарии сейчас поближе подъедем йоги вкусно кафе называется вот это вот хани здесь академия шахмат и детская гимнастика все в одном здании далее это вот поликлиника на юго-востоке мы поедем прямо по улице Тимбета да вот опять автосалон автосалон и новое живое здание ну дом классный тоже смотри на первых этажах различные компании кафетерии да парковка есть кристалл дом называется рестораны и комплексы различные той гранты я не припомню такое вот они строятся они как грибы вырастают вроде нету нету потом бах название появилось все и уже готовы целый там ресторан здесь что красиво елки посадили я тоже не замечала раньше а вот сейчас видно в снегу такие да 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 рубин ресторан ну он давно здесь ну он один из модных мне кажется спальни 눈 сорт сейчас много изменений решили поехать прямо посмотреть что там что там Уже на Уштубе туда. Дорога новая. А здесь также дома появились. Жилые. Астану напоминает. Чуть-чуть, да. Это автоцентр опять какой-то? Да, наверное. Ага, скорее всего. Тут автоцентр. Частный сектор. Это мы уже в сторону Кунгея едем. И слева Уштубе, а справа Кунгей. Здесь мало изменений. Пока что еще стель. Думаю, будет застраиваться, как и Кунгей. Мы подъехали на перекресток. Здесь вот Кунгей начинается. Это на юго-восток. В сторону церкви, да? Дорога. Очень красивый закат сегодня, но видно, что холодно. Прям чувствуется морозик такой стоит. Все печки топят. Здесь вот, да, здесь все углем обогреваются. Поэтому вот такая дымка на самом деле. Из-за угля, да? Выбросы. Да, выбросы, да. Есть остановки. Мы показывали, что ходят автобусы. По Кунгею прям. Да. Очень много домов. Они прям вот реально появляются, как будто за пару месяцев. Причем домики, ну, большие. Видно, как бы прям у людей денег хватает. Учитывая, насколько сейчас дорого стройматериалы, да, тем не менее, здесь и рестораны, и бани, гаражи на несколько машин. Магазины также строятся. Много чего есть в Кунге и внутри. В гостинице вот для красок. Подъехали на церковь. Это улица Копеева. Сейчас снег вот чистят, то, что сгибают. Такие уже кучи вот реально. Только, ну, практически середина. Середина. Ноября. И плюс всего несколько дней идет снег, а уже его достаточно. Засыпала всю Караганду. Вот техника вывозит уже снег. Вот видно. Целые Камазы идут прям. Автостанции вот новые дома мы как-то раз показывали тоже, когда ездили по проспекту Республики. Поворачиваем на Муканово. Очень рано темнеет. Да. Нету шести часов, а уже... Уже закат, и скоро вот буквально минут через десять. Фонари включат, наверное. Да, и ничего не будет уже видно. Людей на остановке тоже очень много, хотя суббота. Мы подъехали к восстановительному центру. Сейчас это Маказаново. И включили уже. Русик только сказал, и их уже включили. Реально. А вот время полшестого. Тридцать пять минут. В общежитии свет практически не горит. Студенты видимые гуляют в выходные. Тусуются. Да. По городу. Кстати, сегодня чуть-чуть потеплело. Минус десять. Не как вчера, минус двадцать два. Мы недавно проезжали мимо горки, и она не была так засыпана снегом. Сейчас же уже она достаточно белая. Катаются уже люди. Ничего себе. Ну, а что дома сидеть школьником? Неохота, скучно. Вот и ходят кататься, гулять. На свежем воздухе время проводить. Такая дорога во дворах, везде столько снега, что Вероника говорит, меня аж укачивает, пока мы едем, да? Прям реально трясет со всех сторон. Но мы приехали уже, поэтому будем прощаться. Спасибо всем за просмотр. Будем рады вас видеть в следующий раз на нашем канале. Всем пока. Всем хорошего настроения и пока.